На протяжении трех дней в Гомеле проходили специальные мероприятия областной госавтоинспекции. Было выявлено 108 нарушителей, 17 из них водителей, превысившие допустимую скорость. И это при том, что в памяти гомельчан не остыли воспоминания о смертельном ДТП на главной улице Гомеля. Что заставляет автовладельцев нарушать и какие меры предосторожности могут избежать трагедии на дороге, выяснял наш корреспондент Вероника Гомзюкова. Превышение скорости опасно как для водителей, так и для пешеходов. В момент нарушения автовладелец допускает ряд сопутствующих ошибок. Выезд на встречную полосу, опасные обгоны и проезд на красный свет. Для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, например, проезд на красный сигнал светофора, и рассчитывают на то, что раз сотрудник ГАИ не остановил, значит он останется безнаказанным, вот таких водителей хотелось бы предупредить, что ежедневно мы просматриваем видео, которое ведется в нашем городе, выявляем таких водителей, и потом вызываем ГАИ и, как правило, вставляем административный протокол. За 9 месяцев этого года в Гомеле совершено 3 ДТП по причине превышения скорости, в которых 1 человек погиб и 5 получили травмы. Инспекторы ДПС остановили более 7,5 тысяч нарушителей скоростного режима. Это повседневная наша работа, не только касающаяся отдельного участка проезжей части. Данная работа проводится в тех местах, где наиболее часто происходит дорожно-транспортное происшествие. Места концентрации ДТП, перекрестки таковых нет, но есть улицы, на которых наиболее часто совершаются дорожно-транспортные происшествия. Конечно же, одна из таких улиц – это наша главная улица Советская, где зарегистрировано наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. Но также это улица Ильича, проспект Речицкий, проспект Октября, проспект Космонавтов, где также сотрудниками батальона ДПС осуществляется контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения. В ходе специальных мероприятий ГАИ останавливали автомобилистов по разным причинам. Например, у водителя БМВ присутствует тонировка, что является нарушением, а вот у владельца Фольксвагена нет техосмотра. Проверяли соблюдение скоростного режима. Экипаж разместился около агрогородка Еремина. Здесь допустимая скорость 60 км в час. Сотрудники ГАИ выявляют нарушителей с помощью специального прибора «Визир». Его наводят на цель, и он определяет скорость авто, которая едет как во встречном направлении, так и в попутном. Как только включают прибор, он фиксирует нарушение 77 км в час. Водитель Рено – молодая девушка, стаж вождения менее двух лет. Сейчас для нее разрешенный максимум вообще 70 км в час. Злостым нарушителем она не является. Просто сегодня спешит домой. Инспекторы выписывают ей штраф и проводят профилактическую беседу. Всего с пятницы по воскресенье зафиксировано 108 нарушений. За скорость привлечено к ответственности 17 водителей, еще 7 за непропуск пешеходов. Менее чем за два часа экипажам ГАИ было выявлено пять нарушений правил дорожного движения. Нарушения абсолютно разные. То есть это и скоростной режим, и привлекали сотрудники госавтоинспекции водителей за нанесение пленочного покрытия на стекла автомобиля. Также шторки. Также был выявлен пешеход, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В этом году на многих дорогах Гомеля установлены камеры фотофиксации. С их помощью сотрудники ГАИ регулярно выявляют нарушителей. Если вы стали очевидцем грубого нарушения правил дорожного движения, это превышение скорости, проездный красный сигнал светофора, незаконное нарушение правил обгона, непропуск пешехода, звоните по линии 102, сообщайте о таком водителе, сообщив регистрационный номер автомобиля, и мы примем меры административного характера. Вспоминается сразу авария со смертельным исходом, которая произошла на главной магистрале города, улице Советской, когда молодой человек гнал с бешеной скоростью, но не справился с управлением, и въехал в столб. В результате водитель погиб на месте, а из пешеходов пострадали три женщины, одна из них также скончалась на месте. 18 октября на видеорегистратор попал примечательный дорожный инцидент. На записи видно, как черный БМВ движется по улице Богдана Хмельницкого в сторону Барыкина. Впереди по правой стороне городской лицей номер один, поэтому действует ограничение скорости в 40 км в час. Водитель пытается совершить обгон. БМВ вылетает на встречную полосу, чудом не сталкивается с другой легковушкой и заканчивает маневр уже после проезда перекрестка с улицы Матросова. Так что же нужно, чтобы водители перестали нарушать? На этой неделе стало известно, что по улице Советской планируют ограничить движение до 50 км в час и установить три датчика скорости. Чуть раньше инициативные граждане даже запустили петицию, в которой предлагают установить камеры на главной магистрали города. К слову, ДТП на Советской случаются нередко. В этом году цифра достигла пика. С 2016 по 2018 на ней произошло 39 аварий, в которых 37 человек пострадали и 8 погибли. В то время как за 9 месяцев этого года цифра достигла 16 ДТП, в которых пострадали 22 человека. Всего в 2019 году на дорогах Гомельщины произошло 388 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 56 человек. Для предотвращения ДТП правоохранительные органы работают с нарушителями-рецидивистами, проводят мониторинг социальных сетей, отрабатывают аварийные участки дорог и организуют профилактические акции. Однако должного эффекта эти мероприятия в этом году не принесли. По разным причинам люди продолжают нарушать правила. Вероника Гомзюкова, Андрей Иванов, Игорь Морищенко. Специально для программы «Де Факто».